Вот, а еще что касается педагогики, то опять же, ресурс-то у нас есть, но только этому ресурсу тоже могут даваться какие-то определенные указания, да, если мы завтра перестанем там преподавать одну дисциплину, начнем преподавать другую, то они будут, к сожалению, вынуждены свои таланты использовать в соответствии с этими указаниями. Вот мы, например, половым просвещением, сексуальным просвещением детей в школе не занимаемся, зато мы их обучаем религиям. Скажите, пожалуйста, а почему одно другое исключает? Почему даже в советское время была этика и психология семейной жизни? Там, впрочем, разбирались разные темы. Сегодня этого с детьми вообще никто не разбирает. Считается, что там с сексуальным просвещением к детям нельзя подходить. Ну и что в результате? В результате мы имеем вот эти вот беременности 15-летних девочек, да, и мы имеем эти ЗППП, которые передают, заболевания, передающиеся полным путем, которые там, начиная с патросского возраста, да, начинают гулять по компаниям. Ничего хорошего мы из этого не получаем, да, не надо думать, что если мы детям не рассказали о сексе, то дети о нем не просветились. Опыт как раз показывает, что дети о нем просветились. Да, только очень своеобразно на том уровне, на котором их просветили в их компании. Вот, поэтому система образования все время меняется, ну, например, там, общество знания, да, вот теперь мы преподаем общество знания. Опять же, кто его преподает, общество знания? Историки, психологи, кто только не преподает. Потом вот общество знания тоже входит все одновременно. Это должен быть специалист универсал, который преподает такой предмет. Как он преподается, это большой вопрос. Потом вот с этим предметом, с религиозным, да, опять же, кто будет это преподавать? Как это будет преподаваться? С какими перекосами где? Как это уследить? Где это, вот, значит, превратится в религиозную пропаганду, где не превратится? И как его уследить за тем, что там я хочу или не хочу, чтобы мой ребенок этому обучался? Честно говоря, на мой взгляд, существуют отдельные места, где можно обучаться дополнительно, и все эти религиозные институты бесплатно готовы всегда всех там обучить. Приходите, мы вам про все это расскажем. Я не знаю никаких таких религиозных объединений, ну, кроме сект, естественно. А нормальные, адекватные религиозные объединения всегда тебя просветят, если ты к ним пришел и об этом попросил. Так почему не оставить в покое религию, да, богу, как там, кесарю-кесарево, да, богу-богово? Религии бы, пожалуйста, религиозные системы, культовые системы по скайпу просвещали на религиозные темы. А школа – это получение образования. Окей, можно про религию тоже рассказывать, но не на уровне культов же. А как это будет рассказываться, я не знаю. И вот наши педагоги начинают обслуживать вдруг вот какие-то такие вещи. Поэтому откуда берутся какие-то преобразования, кому и зачем они нужны, не всегда понятно. Да, и вот что касается сексуального просвещения, да, то церковь как бы особенно и негативно относится к этому, вот, предпочитая какому-то здоровому смыслу, да, совершенно разумным требованием противопоставить свои догматы. Вот. Чем вот это все-таки чревато может быть? Ведь церковь хочет, опять же, взять вот идеологии, страхом перед, да, там, каким-то воздаянием, прижизненным и безогробным. Вот. Вот. Может быть, это эффективнее, чем сексуальное просвещение. То есть сексом заниматься не до, не до и после, а вместо, да. Я не понимаю, почему одно даже исключает другое. Пример, там, скажем, какие-нибудь исламские страны. Да. Где, я думаю, тоже нет сексуального просвещения. Или есть. Не думаю, что есть. Я думаю, что оно есть на уровне, там, просвещения мужчинами мальчиков. Да. И на уровне, может быть, просвещения матерями девочек в каких-то, там, да, отдельно взятых эпизодах. Не думаю, что что-то более широкое есть. Я вообще не считаю, что одно должно исключать другое. И не считаю, что мы должны все время говорить об этом связке. Это разные совершенно вещи. Знать, там, о существовании религиозных систем и религии мира совершенно нормально для любого интеллектуального человека. Понимать, что происходит в сексуальной области нормально для любого развитого человека, который, тем более, заботится о себе, о своем здоровье и о своем здоровом потомстве. Поэтому, честно говоря, я никак не понимаю, почему одно исключает другое. Окей, религия, если там речь идет о нравственном законе, который, да, там, не знаю, преподносится, это может быть гуманный закон, это может, там, не знаю, способствовать внедрению гуманистических ценностей. Ну, прекрасно, пускай, только это в любом случае должен быть выбор мой. Я таким образом хочу к этим гуманистическим ценностям стремиться или другим образом я хочу к ним стремиться. А если говорить о церкви как вот о таком, о властной структуре, о властном институте, то это, к сожалению, на мой взгляд, антидемократический институт. Ну, на самом деле гуманистические ценности все-таки разрабатывались и транслировались философами-просветителями, а не религиозными деятелями. Правда ведь, ну, достаточно вспомнить, там, инквизиции и прочие-прочие, да, войны религиозные. А вот церковь против чего? Она против того, чтобы, там, презерватив на бананы надевали, да, там, как-то учили этим пользоваться. Вот, то есть она за... она против аборта, против секса до брака, там, против предохранения, там, и так далее. И вот этому всему они готовы обучить вот этой вот этике, да, своей вот христианской, семейной в рамках своих курсов. Вот поэтому я считаю, что этому ни в коем случае нельзя обучать в школе. Вот, пожалуйста, у них внутри, в церковных школах, пожалуйста, там, по воскресеньям, по вечерам, там, факультативами, когда хотите, пожалуйста. Есть семьи, которые считают, что это, вот, правильная система воспитания. Прекрасно, пожалуйста, вперёд. Ну, только это у нас же не раб, что, слава Богу, ребёнок тоже потом может решить, что ему это не нужно. Потом взять, встать и уйти, или решить, что ему это нужно. Очень хорошо. Почему нет? Если там не внедряется ничего плохого, да, там, не призывается никого убивать, не призывается никого оценивать, например, да, не навешивать никаких ярлыков, это же, ой, закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. То же самое можно отнести к любому религиозному трактату. Всё зависит от того, каким боком мы его повернём и как начнём его орудовать. Церковные книги, все как одна, написаны языком очень расплывчатым, образным и очень часто ещё старым языком, поэтому понимать можно очень многозначно. Ещё существуют там переводы, да, какие-то, которые могут быть более или менее точными и уже содержать в себе какие-то интерпретации. Поэтому я в этом религиозном труде могу найти подтверждение или опровержение любой мысли. Поэтому, честно говоря, зависит не от религиозного труда, не от религиозной концепции в целом, а от концепции того человека, который это несёт. Зачем это ему? Он что хочет? Он хочет посеять добро и гуманизм? Тогда он всю эту религиозную систему для этого и будет использовать. Или он хочет получить власти контроль? Тогда он для этого будет использовать религиозную систему. И, честно говоря, это видно на уровне отдельных священников, потому что, окей, есть общая концепция церкви, но есть и разные подходы разных отдельных священников. Ну, как есть там, не знаю, единая образовательная концепция, есть при этом разные учителя. Есть люди, которые там компенсируют какие-то проблемы за счёт детей, а есть люди, которые за детей готовы там жизнь положить и там действительно тратят своё личное дополнительное время на то, чтобы из детей вырастить счастливых людей. То есть, всё-таки, поскольку христианский идеал недостижен, то государство должно быть более здравомыслящим, что ли, и более, ну, так сказать, приземлённым, понимая, что человек, в общем, что из себя представляет человек, да, и чему ему, чему его нужно обучить в первую очередь, чтобы избежать каких-то вот тяжёлых последствий для него, да, в виде там тех же венерических заболеваний, там нежелательной беременности, ещё чего-то, да. Ну, смотри, ты вот даже в этой своей фразе увязываешь церковь и государство, а нам надо прекратить их увязывать. Церковь – это один из институтов, просто, да, общественный институт, очень хорошо, он может заниматься этим вопросом, другие институты тоже должны заниматься этим вопросом, государство ни в коем случае не должно отдавать все эти вопросы на откуп церкви. Вот это как раз неправильно. Да, окей, церковь тоже может ими заниматься. У них, получается, слава богу, пускай занимаются. Есть ещё кто-то, обязательно, должны быть государственные структуры, которые этим же всем будут заниматься. Ни в коем случае нельзя вот так всё взять и отдать в какие-то в негосударственные руки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!